здрасте вам сибуркуля увидите что делается с дуба на зима прекратится когда-нибудь в этом году или нет полчаса назад еще дождь шел сейчас уже снег в общем я так понял что эта стоянка она уже умерла во всяком случае я вчера приехал никто ко мне не подходил никто меня спрашивал денежку прошлый раз я когда сюда ехал когда урал заметенную пришел взять кому по дорожной сети и все вчера никто не пришел никто не подошел так я тут видите в горном одиночестве один и переночевал дрова вот кто-то тут пилил не знаю ну и кафе никого нет никто не работает никто не входит никто не выходит так что как тут наши колеса это такой какой-то у нас там наружно внутренние не спущенная они просто на бугре получается стоит что как наша запаска поживает пережимать надо не надо как вы думаете я думаю стоит на достать ломик да сейчас я достану ломик достану ключик это недолго попробую пацану с гаечки вот так для собственного успокоения что-то урал погода не радует и на урал там и прошли ну вот это за урале когда уже весна настанет опять будут говорится 5 су но это 5 су недоволен находятся умники это говорит дорога недоволен то как заводы дымят а чё быть довольными как заводы дымят или когда дороги нет надо ехать говорить о вы смотрите как и классная убитая дорога но какая милая симпатичная апрельская погода да может быть так и надо не знаю ой 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 болото в тапочках не пройдешь так ну тут разве все хорошо короче пойду я ключик достану дима и перчатки станем ключик станем ломик попробуем колесико подтянуть пойдет не пойдет не знаю не пойдет хорошо пойдет пойдет значит подтянем так ломик здесь палетники все сейчас мы это все быстренько сделаем и будем подвигаться выезжать таким ломом зажимавши какие гайки не пошла ни одна все классно но проверить для собственного успокоения не мешало бы все можно ехать спокойно так ладно не хочет лезть что-то мешает надо поправить может сегодня такого дурдом уже по рации не будет улице парьем оказывается 0 градусов здесь перестала пахнуть весной что будем пробовать ехать и так уже время почти без 15 9 тысяча 20 километров на до точки выгрузки сегодня воскресенье 4 четвертое чего апреля судя по снегу на апреле не вполне очень похоже ну а выгрузка у нас завтра точного время не указано написано до 18 00 м5 уже он движняк идет народ уже время 9 практически все еще не загадываем что куда как получается так получается куда доедем туда доедем куда приедем туда приедем 345 до курганом через 50 метров ладно наверняка погодка шепчет красота недолго мы были чистыми безобразие подымаем и продолжить визжай езжай езжай скоро езжай на следующем повороте поверните на лево направо машется всю на левой цели суши весна весна у маша вообще с весной у нее педа безумило налево кричит если серьезно то она не видит этой объездной нам нужно в польшу попасть чтобы ее обновить у нее 18 или 19 год стоит а 19 год стоит двадцатом я ее нет двадцатый год ну в двадцатом обновлял девятнадцатого года поэтому ей уже надо если новую закачать то она уже эту объездную видеть будет пока же она ее не видит валим рулим что тут десять пять по моему до объездной челябинской все традиционно по объездной по горностаем суровым челябинским вокруг копейска челябинской вперед на курган вчерашний самострел нашего колеса подпорцал нам планы поэтому сегодня еще не планирую больше все не только сегодня и дальше как есть так есть желание выгрузиться завтра есть ну и принципе обязанность перед клиентом а уже что будет как будет короче едем и вуз не дует вон видите сколько на бесплатной стоянке машин стоит принципе мы тоже бесплатно переночевали получается видно умерла стоянка никто туда не заезжает практически там на вторую то едут это тогда она была забита потому что урал был перемещены и и народ . волоса постоянка а сейчас вот ведь я всю ночь переночевала там и кафе не работает ничего цена так цели наши размазались пола белый клуб добро погнали дальше еще чуть-чуть на восток косарик на восток и в общем то все потом обратно на запад новенький милый везет а у вас девайс челябинская бездна марс и марки пробовать пока спасибо это еще не самое суровое самая суровая нас подальше лучше тут уже как это но асфальт этой зимой подзывался вы не знаете причем на всех дорогах везде он что-то так резко везде посходил что если сейчас его не сделаешь тут ремонтировать летом вообще ездить будет нельзя будем только стоять на ремонтах смотри что делается ел шерцом сегодня по-моему назад я ехал с омска тут так печально все не было не сомска это нас с братсками сейчас что-то тут вообще куда дорога делась страшно подумать что будет там дальше что-то утром с контрактом а правда правда а 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 прелесть. Какая красота где-либо здесь. Ах, какая сказка. Здесь тут чувачок, который ответственный за этот участок. Он тут ездит? Прогнать его здесь километров 60-70 в час на его BMW там или что у него, чтобы он тут всю подъездку оставил. Я думаю, он быстро здесь сделали бы этот съезд. Какая прелесть, а. Замечательно. Вот мы выходим на суровую Челябинскую грязную. У нас сейчас вот это и потом не менее известное, чем Забайкальский гормостай. Периодически, вот, видите, он даже вздыпил салон асфальт. Прям вот, кусками. Это они засыпают, а не яму так засыпали. Ха-ха-ха. Ямочный ремонт, да? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Без комментариев. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Капешки собрались Много-много Машинах 10, наверное Там заправляется на этом Это, наверное, не Газпром Заправляется Да Тут не разгонишься Глаз да глаз надо Не знаю, что-то совсем Все ухудшилось Так же и дальше будет Это Курган Челябинская обездная Вообще испарилась 40, 50 Смотри, что творится Горностай на горностай И еще суровый челябинский полицай Какие они широкие Тахогров, говорят, спрашивают Да идет, идет Да-да Вот идут встречки и говорят, что тахограф спрашивает Ну да, не знаю, что тахограф спрашивает Сейчас В принципе, что там уже На скорость не постоишь Ну, на сплошной Здесь, наверное, тоже особо Не заработаешь Вот стоят Тахограф им все Распечатка дай Распечатка Распечатка просит Распечатка Да, там уже Пронару Распечатка Назорация здесь совсем не разгонишься Про бизнес Потихоньку Так, есть Один участок был там вот наверное сейчас тут чуть-чуть можно притопить ненадолго вот это евро независимый поставщик сделано в ближайшем селе нефтепровода не встанет и сорок заблотяжили чего-то и продают за поворотом на копейском уже снимали блядь 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 а ну чё было чё было дело блядь 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 не давал спать херак это кошмар вы же сами все слышите и видите тоже плавно проходишь потихоньку не такие же не страшно еще один кошмар 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 джейд дальность минимальную сделаешь все равно Я медленно еду, я тогда вообще медленно едю. Нужно чуть-чуть подкинуть. Один с километров еще, суровое блесное и все, в сторону Кругана. Ничего не едем, пыль и ямы такие, что новосибирские паровозы впереди этот, болтайский, так неслись по ямам, до фонаря им было, колеса, думал, подлетает. Не касаясь земли, с горностая на горностай перелетали. А сейчас что не едем, пройная дорога, можно побыстрее. Наверное, уперлись просто в кого-то. Куда же ты тут разгонишься? Так и крадемся. Давайте, ехайте. Господи, а это что за чуть-чуть еще поехал? С этого у него ничего нету. Гелевские лица по яму. Правильно, государственная контора. Что им приедут, все им потом. Механики все поменяют на базе. Ох, слава богу. Закончилось. Долго ехал, наверное, час отдал. Невозможно ехать. Это строго просто. Не, ну это газели, это три баллона газовых и кабины. Рама такая. На этого? Как они? На головастика похуже, да? Какая она? Никакая. Летите, летите. Летите. В лоб готовы лететь. Летите. Вам надо. Разуйте, пацаны. В лоб готовы лететь. В лоб готовы лететь. По чипу. По шайбе. РТО. Надо называть. Проедите 100 километров. Поехали. По шайбе. Проехали 100 километров. Посмотрим, как тут будет. две недели назад ехал по-моему намного лучше я прообъездную головастик прикольный такой впереди ездит получше рассмотреть могилёвский звонят на она иди у нас может даже солнышко сегодня появится если взглянусь поверх горизонта не догоним особенно прикольно на ней еще и козырёк смотрится на это козырьки интересная такая ездит холма такая большая этот козырёк еще и все и больше ничего доехай ехать не буду я тебя погонять да я тебя догнал чтобы приблизиться на тебя посмотреть чудо такое коллеги такая же беда как у меня вчера колесо выстрелило видно лохмоть с правой стороны точно так же тянет куда-нибудь вот наверно до ближайшего перекрестка парковки вот ему поменьше ну и вчера минут 40 пришлось тарахтеть а это кстати уже граница да да граница областей вот ему сюда дотянуть здесь поменяет колесико может дешево а что же есть и самому не надо делать и самому не надо делать поставить омск 760 но это по прямой это через метро полоск по объезду 870 балка в курганскую область 100 тысяч прошла больше даже и незаметно до 150 она вообще незаметно как тут наша лысенькая не, оно доедет оно с ним ничего не будет если естественно вот это ему тоже что-нибудь опять не подымет так оно доживет до Москвы а что-то надоело ехать думаю встану 5 минут постою на перекрестке на съезде тут куда-то деревню какую-то тепло, хорошо погодка шепчет спину размять походить распогодилось вообще лепота стала ну вот скажите вот как так-то надо поставить машину так чтобы закрыть весь проезд вот объясните мне парковка слева с правой стороны здесь проезд проценито немножко дальше нет он поставил все перегородил все никак не проехать короче чтобы проехать надо ехать вот так под знак потому что там челябинский крутой суровый парень взял поставил машину перегородивший весь проезд не ну до фонаря под знак-то проехать никакой проблемой но сам факт ну зачем еще места мало что ли машину поставить я не понимаю еще один есть есть ну тебя в баню есть догоняю я вообще хотел бы где-нибудь припарковаться пойти в столовую сходить в баню Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А нет, это не стоянки. Видите, еще раз, тоже такой же участок. Оп. Все, красота. Будься б такая была. Особенно на Урале. Два часа и, ну, три. И Урал был влазят. Почему-то кусочками делают. Сейчас опять закончится. И опять сейчас будем спрыгивать. И опять будет спрыгивать. Смотри, снега-то вот тоже нет. Потаял уже весь. Хотя бы не сказал, что тут сильно жарко. Плюс пять всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Как тут спрыгивать-то надо. Без фанацизма. Суета дальше опять дорога кончилась. Нету снега, потаял есть уже. Зимы нет. На весны еще толком тоже нет. Кстати, сегодня, вот, забыл сказать. Сегодня же это, ну, уже с прошедшим, ну, всех католическим Рождеством. Ну, Рождеством. Пасхой. Господи. Простите. Всех с католической... Причастных с католической Пасхой. Православная, насколько я знаю, она где-то там. Что-то, по-моему, в начале мая, что ли. Весь апрель еще погоды не будет. Такое безобразие. А может и нет? По многолетним наблюдениям до Пасхи весны нет. Настоящая весна уже после Пасхи начинается. Вот это там кучки, штучки. Вот это вот. О, ну, да. Что-то вон пеленгую, да? Смотрите, две сутки. Первый, первый, я второй. Чтобы ни один жулик здесь не пролетел. Какие-то шут-радарчики стоят. Крутятся рабочие. Как там тот прицепчик-то уже убрал? Тракторист тогда. Когда тут... Я чуть всего не слоил. Когда с братской возвращался. Возвращался. Ну, это дальше было. Не здесь. Здесь у нас курганские дачи. В районе Тобола. Ну, и ямы, ямы, ямы. А это, наверное, центр обработки информации от этих радарчиков. А может, и нет. Так, чуюсь. Вот здесь вот я, по-моему, прицепчик это чуть не догнал. На этом поворотике. Тут, может, тут знак, но должна прерывистая пойти. Нет, не здесь. Чуть дальше. Прерывистая пойти. Я собирался его обогнать. Только на педальку надавил. И тут бак, смотрю, у него прицеп подцепился. В общем, я не помню. Но где-то здесь, вот там вот где была, значит. Или вот тут. Нет, не тут. Дальше. Вот где прерывистая была. Да, 254. Чуть-чуть, буквально. Не рихтанул. Еще. Слава богу. 78, 78. Это варгаши, по-моему, да, кольцо. И еще там сколько? Еще 46. Короче, кендров 130 нам. Да. А чего? На кольцах взаимодействуем влево. Мостик. Хороший мостик. Тобол уже почти вскрылся. Уже назад будем возвращаться. А если такое тепло будет стоять, так он уже и вскроется. Колпаки валяются. Нормальное явление. Еще. Все ямы какие. При всем желании быстро не поедешь. Как? Четыре часа. Времени. Отсюда нам еще ехать 654 километра. Еще прилично. Блин, негде тут остановиться. К Телу Михалычу сходить. На обочину не полезу. Но на полосе машину ставить не буду. Так прикольнее такой мишка. Эх. Дотюменская область. И нам еще тут попрыгать по ямкам надо. Немножко. Нет, сюда я сползать точно не буду. Так симпатичный такой, да? В принципе, к нему-то близко и не подойдешь. Чистозерие. Все хорошо, да? Красиво. Но, блин. Автобаны. Чистозерский. Икс гуд. А так просто не станешь. Она обочину съезжает, не знаю. Пока еще стремно. Пока она хорошо не просохнет. Лучше не рисковать. Ну что, вот осталось отпрыгать нам в Чистозерский район. Начнется Цюменская область. В принципе, можно было заехать. Там не проехать. Ладно. А, закрыть въезд. Время пол седьмого. Время ужина. Время ужина. Надо где-то швартануться. Тем более тут вроде как интернет есть. Чистозерие тянет. Сейчас, может, где-нибудь тут. Ну, уже ссылка, вы только открывается. Ага, там. Бензовод сливается. Ну, и у нас уже вечереет. Сейчас бы тут пока тут. Туда-сюда покушаем, перекусим. Решил не кафешку. Что-то так этого. Бумш пакета захотелось. Сейчас с колбаской заварим. Иногда хочется. Потом уже у нас темнеет. Ну, и поедем. Отсюда нам 475 еще. Ну, километров не знаю сколько. Если по-омскому смотреть, сейчас уже, в принципе, пол-восьмого. Ладно. Поедем, а там посмотрим. Наташ на Лобово поедем. Или подальше. Среди последних событий боюсь уже что-нибудь загадывать. Поэтому ничего загадывать не будем. Я что-то так и не пойму. Что они там в поле делают? Эти трактора. Ну, они стоят. Они не движутся. Короче, вот на объездной этаж на Лобово. Думаю, пока интернет тянет, встанем здесь. Все равно я тут никому не мешаю. О, видится, на этом колесе уже даже корт появился. А, уже корт виден. Ха-ха-ха. Интересно, когда оно выстрелит. Как вы думаете? Давайте, сделаем ставки. До Москвы вернется оно или нет? Или оно выстрелит? Вопрос. Такой аромат идет с поля. Я так понимаю, они, наверное, там какие-то... То ли навоз, то ли удобрения развозят. Вот как раз оттуда ветер. И такой запах этими. Ну, вы поняли, чем. Нормально. Как раз приятного аппетита. Пожелать. А, огонь. Да. Совсем колесико плех. Совсем плех, если уже корт виден. Скоро стрельнет. Вопрос только когда. Все, братцы, хорош на сегодня. Ташнава была. Уже довольно частенько мы тут стоим. Знакомая стоянка. Стивно, что хвостик в час. Если смотреть по Обскому, то уже 20 минут 11. Батя-то сегодня работать. Чудут с местами. А наша планета были. Что-то тут вроде как-то... Уверенность все подзабито. Изменение машин. На следующем повороте направо. Да. Такое ощущение, что тут уже... Человеческих мест и нету. Что нам сейчас тут скажут? Есть. Что, есть? Грязно только справа. Хорошо. А, дорожная сеть. Справа там грязновато. Видите, забили всю стоянку. А как заезжать? По кругу? Ну, сейчас сразу направо. Ну, а. И вправо рядом. А подальше или будет здесь поближе. Доброй ночи. Доброй ночи. Болото, болото тут. Тут-то асфальт. И нас загоняет в самое болото. Грязновато. Ничего себе грязновато. Тут не просто грязновато. Тут жестоко грязно. Наверное, я сюда лучше мордой загоню. За что мордой, что задом. Ну, так как будет немножко почище, походу. Еще повороти направо. Ну, ладно. Хоть так. Все, закрываемся. Точки. Хоть так, а что делать? Субтитры сделал DimaTorzok